Приветствую вас, братья и сестры. Поздравляю вас всех с этим праздником Рождества. И каждый год мы, когда празднуем этот праздник, может кому-то нравится снег или зимняя погода, кто-то, может быть, не может дождаться подарков. И обычно на празднике мы посещаем родных и близких, которые живут в нас далеко от нас. И много разных традиций сопровождают этот праздник. И некоторые из них недавно появились, другие же существуют уже тысячи лет, и мы даже не знаем, откуда они начались. И я хотел бы поговорить об одном из таких событий. И для этого нам нужно вернуться намного тысяч лет назад аж к Аврааму. Давайте откроем, будем читать из Бытие 15 главы. Мы, как знаем, Бог зовет Авраама из Ура-Халдейского после смерти его отца Фары и обещает благословить его и сделать его имя великим. Придя в Сихем, в землю Хананскую, Бог обещает дать потомкам Авраама эту землю во владение. И после того, во время голода, Авраам идет в Египет, откуда он опять возвращается в Вифиль со своим большим уже имением. Вскоре уходит от него его племянник Лот из-за недостатка земли. И Бог является снова Аврааму и обещает дать ему всю окружающую землю и сделать его потомство многочисленным. После всего происходит пленение Лота во время войны, когда Авраам идет со своими рабами и освобождает Лота и встречает Мелхиседека. И вот после всего этого снова является Бог Аврааму уже в 15 главе. Он говорит Аврааму, что он есть его великая награда. И Авраам вопрошает Бога, говоря, «Что ты мне дашь, когда в моем доме слуга мой есть наследник, и у меня нет сына?» И Бог отвечает ему, говорит, что наследие его будет именно от его сына, а не от раба его. И Авраам верит Богу. И после этого Бог снова обещает ему владение Ханаана. И на что Авраам спрашивает Бога, «Как я узнаю, что я буду владеть ею?» И вот здесь Бог дает Аврааму указание сделать что-то для нас непонятное. Читаем 15 глава Бытия, 9 стиха. «Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. И он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, от которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Амареев до сели еще не дополнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи и пламя огня, прошло между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». И как нам может показаться, здесь произошло что-то непонятное, но это вовсе не так. Дело в том, что в той древней культуре именно таким способом заключались очень серьезные договоры. Разрезали животное пополам, и две половины ложили отдельно напротив друг друга. И участвующие в договоре потом проходили между частями животного. Это символизировало согласие на то, что если один из них прерывает договор, то будет сделано с ним то же, что сделано с этими животными. Не все договоры так заключались, только очень серьезные. И после этого животное сжигали в символ заключенного завета. В 34 главе Иеремии Бог напоминает заключение подобного завета. Иеремия 34, 18-го стиха. «И адам, приступивших завет мой, и не устоявших в словах завета, которые они заключили пред лицом моим, рассекший тельца надвое, и пройдя между рассеченными частями его». Бог тут напоминает, что приступившие согласия подвергнутся такой же участи, как и животные, которых использовали как видимый пример. Итак, что же происходит при заключении завета между Богом и Авраамом? Интересно то, что Авраам сам не проходит среди частей животных. Бог сам прошел между ними в виде огня и раскаленной печи и сжег их. Заключенный завет здесь ничего не требовал от Авраама. Человек, проходивший между трупами животных, он клялся собою, что не прервет завет, и он ставил залогом свою собственную жизнь. И евреям 6 главе 13 стихом Павел пишет, что Бог, давая обетование Аврааму, так как не мог никем высшим клясться, он клялся самим собою. Сильнейший клянется быть верным слабому и ничего не требует взамен. В этом завете с Авраамом Бог сам на себя возлагает обязанность Аврааму. В таких случаях животное было предоставлено и разрезано сильной стороной, как предупреждение слабой стороне договора перед тем, как тот проходил посреди. Но здесь Бог дает сильную роль Аврааму и сам проходит между жертвами и ставит себя под клятву в должность Аврааму. Завет, который Бог заключил с Авраамом, дал обетование ему и семени его, как написано Павлом Галатом 3 главе 16 стиха. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном – и семени твоему, которая есть Христос». Бог показывал Аврааму, что от него родится долгожданный Мессия, и посему через Авраама благословлятся все народы. «Рождение Исаака было прообразом чудного рождения Христа». И позже, когда Бог приказал Аврааму принести Исаака в жертву, он открывал, как он сам отдаст сына своего в жертву, как невинного агнца за весь мир. И Галатом 3 главе 6 по 9 стих читаем. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, проведя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. И так верующие благословляются с верным Авраамом». И далее в 26-29 стихе мы читаем. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию – наследники». По вере в Мессию мы сделались наследниками Аврааму. Значит, что и обетования Божии, данные Аврааму, переходят и на нас. В послании к евреям Павел говорит, что Авраам получил обещанное. И это случилось долго после его смерти, но Бог остался верным своему завету. Родившийся младенец осуществил Божий план спасения, принесший совершенную жертву своей крови один раз, через которую наш грех прощен и забыт Богом. Эта жертва, она очищает нашу совесть, как написано, в отличие от жертв животных, которые нужно было приносить постоянно, потому что они не способны уничтожить грех. Своей кровью Христос открыл завесу, которая закрывала Бога от нас, чтобы нам не погибнуть, когда мы приближаемся к святости Его. И у нас теперь есть доступ к Отцу через Сына. И за это будем благодарить Бога, что обещания Свои Он исполняет, и что обещанный Сын Его был рожден. Аминь. Помолимся. Субтитры сделал DimaTorzok